Ударила, это же какая? Я не знаю, я еще был в больнице. Раз просто взял, как раз? Да, и через так... Ой, стойте, стойте. Потом скажут, что я фейки делаю, да? Выдумываю все. Нет, так это же вы знаете, кто вас снимает. Да знаю, знаю. Мы фейки же не делаем, наоборот. Не, ну остальные скажут. Стоит, выдумывает. Проехали украинский блокпост, отъехали от него 150 метров. Потом, получается, на нашу полосу, встречного движения, выехала машина. То есть мы попали в пробку, мы не могли дальше двигаться. Я вышел из машины, пошел чуть вперед, узнать, ну, что случилось. В следующий момент я уже очнулся в больнице. Когда мне сказали, что случилось, что женщина, что стояла возле меня, поймала все осколки, что летели. Меня откинуло за машиной, получается. Через две минуты я поднялся, сел за руль своей машины. Мы доехали до ДНР, сказал, блокпоста. Там уже кто-то, я не помню, кто-то из людей, по-моему, боец один, солдат, сел за руль моей машины и доставил нас в больницу. Ну, в больнице сделали КТ, УЗИ, ну, такое в общем. Контузия, легкое сотрясение, ну, и больше такого ничего особо было. Это вы попали, получается, на украинской стороне, и что это было? Мы уже его проехали. Как сказали, был фугас на обочине. Мина. Какая именно, я не знаю. И кто туда съехал, чего взорвалось? И я не знаю, кто ехал, потому что я стоял спиной. Поэтому, без понятия. А что вам сделали, операцию или что, осколки на столе? Нет. Через машину прилетел, поэтому верхняя часть туловища болит вся. Осколков нет, ну, ушибы, контузия, сотрясение. Такой легкий вспух, можно сказать. Так что так. А там большая очередь, скорее всего, была. Говорили, что водитель объезжал. Нет. Там он решил обмануть судьбу. И поехал по обочине. Поэтому так все случилось. А мина была сложена на украинской стороне? Да, 100 метров от ихнего блокпоста. А там была табличка мина? Не было никаких ни табличек, ничего. Машины так же самое. Я стоял на асфальте. Машины стояли, еще одна полоса была по обочине. А тот поехал еще по одной полосе за этими машинами. И это случилось. Я не знаю, у меня куском машины, там, пластиком, что оно летело. Это не с моих слов, я этого не помню. Чем-то стукнуло, потом еще и откинуло, в общем, или сначала откинуло, потом стукнуло, что-то из двух. Начнулся я уже в больнице, когда искал, лежал в КТ, искал свою семью, жену и дочь. Что было на данный момент, как потом уже сказали, что я всех за руль объехал, все машины, мы доехали до ДНРского блокпоста, потом нам помогли доехать до больницы. Я постоянно был в сознании, я все понимал, вел машину, я этого не помню. Так что... А ребенок был в машине? Жена с ребенком были в машине, когда это все случилось, везде была земля, куски машины, дым, а потом, получается, жена выбежала на улицу, начала меня искать. Я не знаю, она сказала, ты ходил там в трех-двух машинах от нас, все искал нас, потом забежал себе в машину, сказала, едем, и мы поехали. Я этого не помню. А ребенок испугался? Не, она не поняла, что случилось. Так что так. А что у вас на шее, ну покажите. Это отпечаток, вот, цепочка, это, не знаю, там не он. И что, вы сегодня отпечативаете, день рождения? Да, к маме ехал. Ну, чисто в рубашке родился. У вас, наверное, бабушка или дедушка хорошие были, говорят, а у него хранители. А вас забрали в больницу 14-й, да? Да. Сделали КТ, УЗИ. И что сказали? Ну, направили в неврологию, там поставили диагноз контузия, легкое сотрясение мозга, выписали медикаментов. Сказали, если хотите, будем госпитализировать, ну, госпитализация будет. Я отказался от госпитализации, поэтому сейчас буду дома. Папа, бух, и все. А, она маленькая. Вот и семья. Ну, это не понятно, папа бух, и а что случилось, она... А вот у вас на машине дети, это вы специально повесили? Ну, вообще специально, если дети в машине, то как бы льготная очередь, пройдяшь без очереди. Ну, особо оно не помогает. Вот это шарфик мой, то, что в нем был. Вон, кроссу запеклась, но не сильно много. Вон, кроссу запеклась, но не сильно. Вон, кроссу запеклась, но не сильно. Продолжение следует... Продолжение следует...